У женщин не принято спрашивать о возрасте, но Нилия Матсон его не скрывает. В паспорте 83 в душе намного меньше. На Брянщине она оказалась в силу непростых обстоятельств, но сумела полюбить этот край всей душой. Я считаю себя москвичкой. Там остались мои родственники, я часто ездила, отец ездил. Я очень часто была в Москве. Потом отца репрессировали, выселили нашу семью всю из Москвы. И нас выселили после войны в разрушенный поселок Ивод под Дядьковым. Отец Нилии Николаевна – эстонец. Его родители переехали в Тверскую губернию еще до революции. Они выехали из Эстонии. Они жили в Эстонии. Так? Они выехали. А вот их родители были рыбаки с острова Саарема, с Балтийского моря. Когда построилась дорога Николаевская, Москва-Санкт-Петербург, надо было эту дорогу обслуживать. И вывезли из Эстонии сто семей. Их поселили Тверская область, Вышневолочок, Торжок. Это поселение эстонское называлось Нармекундия. Нармекундия. Вот так. Вот там жили мои бабушка уже и дедушка. Там у них родились вот уже дети. Вот эти пять человек, да? Вот они уже там росли. Мужчины обслуживали железную дорогу. То есть вот дедушка Антон был обходчиком, стрелочником. Ну, в общем, на железной дороге он работал. А женщины держали коров в основном и снабжали Москву и Ленинград. А Вышневолочка почти одинаково в две стороны. Масло, молоко, творог, вот говядина. Антон и Вера. Эти имена дедушка и бабушка Нилия Николаевна взяли при крещении в православную веру. Почему они переехали в Россию? Как думаете? Их выселили из Эстонии? Выселили. Конечно. Ведь Эстония – это Прибалтика, это чухна, чухонцы. Это была российская территория. Это все Россия. Поэтому там переселяли в приказном порядке. Ну, может быть, предложили. Вы видели кино за спичками? Там вот Леонов играет. Вот это Прибалтика там показана. Понимаете? Но ведь, вот, видели, полиция – русские все. И царь Николай висит на стене. Ну, а когда им предложили, а что, где они там на хуторах жили, здесь же им интереснее. Им же дали по шесть гектаров земли. Им очень нравилось. Да, они с удовольствием жили. И все это вот. А потом что, коллективизацию пережили. А дальше была война. Мацаны встретили ее под Москвой в Солнечногорске. Здесь, в 60 километрах от столицы, шли кровопролитные бои. Сегодня немцы, завтра русские. Итальянцы, австрийцы. Ночь – тишина. Не стреляет никто. Все, потому что все уже приходят. Вот только одно – горячей воды. Ноги у всех отморожены. Только до утра, часов до шести, до семи, они вот где-то переспали. И снова бой. И вот так неделю в Солнечногорске были. Каждую ночь были вот разные войска стояли вот в городе. И русские. Ну, русские в валенках приходили. Им было валять. Ну, женщины в доме, понимаете, женщины, дети. Пришли враги. Давай воды. А что? Будешь ухаживать правильно? Кругом дети. Вот четверо нас было. И вот отец наш был в ополчении. Он попал в госпиталь. И после госпиталя вот сразу его направили на работу. Мужиков нет, специалистов же нет. Работать некому. И вот сразу Лыткарина дали большую квартиру. И вот нас отец перевозил уже из Солнечногорска, перевозил вот в Лыткарина под Москвой. Это завод Стекольный Правда. Стекольный завод есть Борисовский. Стекольный завод Клин. Вот он отработал, там, может быть, год, да, может быть, полтора. Я наладил бухгалтерский учет, называлось это, подготовил специалиста на свое место. Промышленность росла, специалистов же не было после революции. Вот это все. Вот он кадры вот готовил. Он переезжает на другой завод и опять вот так. А вот после войны, когда он в Лыткарина работал, 47-й год, это были репрессии, и наш отец вот попал. Так мацаны оказались на Брянщине. Николай Антонович устроился бухгалтером на местный стекольный завод. О своих прибалтийских корнях старался забыть. Всячески пересекал попытки жены обучить детей эстонскому языку. Я помню, подруги мои бегали. Значит, вот юбка. Просто вот так шито, вставлено, шнурок и завязано. И босиком. Вот так вот. Лето, вот как мы приехали весной, да. Вот все лето, и тут что-то там шито. Вот так вот. И я это хорошо помню. Ну, а мы приехали в носочках, в туфельках, в коротких платьицах. Конечно, очень мы выделялись все, все очень выделялись. Но ничего. И еще что интересно, вот я потом училась, да. Приехал директор завода новый на завод. И у него сын. И вот этот сын пошел со мной в один класс. Это мой будущий муж. После школы и учебы в институте Нилия вместе с мужем устроились лаборантами на брянский завод Ирмаш, где к тому времени должность главного бухгалтера занял ее отец. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике и Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения признали лучшей машиной 1971 года экскаватор, который выпускает брянский завод ирригационных машин. Это называется землеройный экскаватор. Каналы, которые в Крыму, это рыли наши машины. И я и муж ездили на испытания наших машин, в Крым ездили. В свободное время лаборантка Матсон любила заниматься спортом, а выйдя на пенсию, увлеклась танцами. Я была в соцзащите Советского района. Я пошла туда, и там я организовывала танцы. Ольга Пауна, она была хореографом. Это была хореограф от всего. Я вместо нее осталась там руководителем. Мальчиков у нас было двое, и потом те ушли. И мы, конечно, занимались в основном девочке. Мы старались, конечно, сначала у станочка позаниматься некоторые упражнения. Раз, два, три, четыре. Ну, это было давно, конечно, я уже так. А потом я еще занималась. Есть сейчас, называется, возрождение старинных русских балов. Я танцевала в парке в этом году. Много лет партнером по танцам Нилии Матсон был этот мужчина. Он и сегодня танцует, а вот Нилия Николаевна в силу возраста выбрала менее энергичное хобби. Сегодня она активный участник клуба «Собеседник» во Дворце культуры Советского района и вдохновение при Центре социального обслуживания Володарского района. У вас столько оптимизма. Как удается сохранить себя, сохранить свое настроение, сохранить вообще вот… Вы знаете, что-то, наверное, есть врожденное. Вот у меня есть подруги, мы едем по городу, подруги у меня помоложе. И вы знаете, вот они, вот дом такой, вот окна забитые, вот что-то, а я не вижу. Вот у меня дочка сказала, вот какой дом некрасивый. А я как вышла сказала, вот какие у нас газоны красивые. Я вижу все красивое. Я часто смотрю на небо. Я всегда вижу, где солнце за тучу, солнце из-за тучи. Я не знаю, это, наверное, все-таки врожденное что-то. Видеть красоту и не замечать негатив. Стараться быть активной и как можно чаще встречаться с приятелями. В этом и есть секрет вечной молодости эстонки, москвички и нашей землячки Нилии Мацан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова